Дня катастрофы Потому что пока еще один человек, который пережил эти события и живет, нужно очень бояться не обидеть кого-то Но это не значит, это совершенно не значит, что этот день является нашим днем И поэтому я его не отмечаю никак Я имею в виду в конце месяца не сад Я его не обсуждаю, не отмечаю никак И это не потому, что я не соотношусь с убийствами евреев, со всеми проектами Гитлера И же с ним, его помощников, будь то украинцев, литовцев, латышей, белорусов, поляков, венгров, румынов и всех остальных Совершенно нет, я кого-то забыл так, пожалуйста, а и русских, конечно, тоже не забудем И Молдаван не забудем, и норвежцев не забудем, и голландцев не забудем, и французов не забудем В этом проекте Гитлера участвовали много людей, разных национальностей Так что мы это не забываем Но я сейчас перейду к понятию Вы меня спрашиваете, как почтить ПАН, если нужно и как Так что этот день я не рекомендую как-то отмечать Но если кто-то рекомендует, и кто-то отмечает, не критиковать И отвечу на ваши вопросы, нейтрально сейчас Значит, свечу зажечь можно в этот день А вот Эль Мадер Ахамим, такая вот есть молитва в ашкинадских евреев Принято говорить только, когда есть миньян Поэтому одиночка не может это сказать Зажечь свечу можно И можно вообще зажечь не один раз в год Сколько угодно раз, если хочется Теперь, как нужно отметить Зажигание свечей, это, знаете Недорого стоит, если абстрагироваться от стоимости свечи А нужно подумать, как вообще отмечает память погибшего еврея Лучше всего, ничего лучше нет Это изучение нишна Человек, который... Вы живете в Израиле, так это вообще просто Можете купить книгу Пирке Авод Можете купить сидур Любой сидур еврейский Там всегда будет, чаще всего, в конце, после Минхи, субботний Будет трактат Пирке Авод Трактат нишний В некоторых сидурах чуть-чуть дальше это будет Но вы найдете Оглавление есть и все Там помогут Или отдельную книгу купить Трактат Пирке Авод Это я рекомендую Потому что он с точки зрения языка простой С точки зрения понятия там На поверхности простой А углубление уже у каждого будет свое Вы сможете углубить ваши мысли И он имеет честь в нам Высказывание наших великих учителей Самым лучшим образом, прекраснейшим образом Можно это учить И сказать про себя и вслух Я изучаю это в память вообще погибших во время катастрофы Или в память кого-то конкретного человека Это самое лучшее, что может быть В дополнение к этому можно читать Книгу Тегилим Псалмы царя Давида Можно читать с самого начала И до конца Можно читать несколько глав этой книги Возможности сколько угодно Это и есть Как отмечает память погибших евреев Изучение Мишны Само слово Мишна имеет те же буквы Как и слово Нишама Душа Так что понятно, что это очень хорошо И это вообще сердцевина, усты, торы Это принято и хорошо Плюс чтение Тегилим Это важная, трудно сказать, важная Одна из важнейших книг письменной тролли Входе в Тадаму Вот так вот надо это делать И это можно делать не только в день памяти жертв катастрофы Которые говорят, хотите отмечать или хотели И собирать, сейчас что за время прошло Собирать в следующем году Это можно делать каждый год Каждый день Нет же никакого запрета Зажечь свечу, если вы хотите Можно не зажигать, можно да зажигать И учить Мишну И читать Тегилим в память Кого вы хотите Вот видите, все просто, все не сложно И надеюсь, мои слова о том, что я не отмечаю этот день Тоже будут поняты правильно Потому что я повторяю этот надуманный день Не обязательно в нем участвовать А задуматься о том Что означают слова Талмуда Что Аллаха, мир устроен так Что Исаф ненавидит Якова Исаф это брат Якова, близнец Как мы знаем У обоих отец был наш праотец Ицхаб Исаф написано Ненавидит Якова Это положение дел в мире Отдельные исключения могут быть Но как глобальное течение мира Исаф ненавидит Якова Так что это не во время катастрофы произошло Это всегда происходит И у нас есть 9-й Ава день И мы об этом думаем 17-го Тануза Очень многие 10-го ТВ-то есть пост К нему приклеили, так сказать Память жертв катастрофы Или вообще память тех Могилы, которых место захоронения неизвестно В силу того, что просто неизвестно Это тоже об этом 10-го ТВ-то вспоминают Во время поста Тоже можно Вот такие варианты Любые почти годятся Лишь бы учить Мишну Читать Терелин Видите, несложно Даже человеку, который просто дома один находится Всего доброго И успеха вам Не только в поминании умерших Но и в укреплении вашей жизни вокруг И жизни ваших близких Вашего окружения Ваших знакомых В направлении еврейской жизни Помогите им Укрепляйте их Это самый большой подарок Умершим, который только можно сделать Всего доброго До свидания